Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Андрей Пургин. 42 года. Уроженец Донецка. Выпускник местного технического университета. Бывший владелец строительного магазина. Войдет в историю как человек, придумавший Донецкую республику. Причем еще в 2005 году. Самостоятельно реализовать идею ДНР у Пургина не получилось. Не хватило политических сил. До так называемой русской весны он был маргиналом. Несмотря на яростное неприятие оранжевой революции, Пургин не примыкал к лагерю Януковича и партии регионов. С небольшой группой сторонников он как мог продвигал идею федерализации. А мог немногое. Пытался организовать первый антимайдан. В 2005-м даже ставил палатки в Донецке. Собирал подписи, раздавал георгиевские ленточки. Пургин воплощает в себе все карикатурные качества, которыми в Киеве и на Западной Украине наделяют жители Юго-Востока. Полностью отрицая украинскую государственность, он постоянно подбрасывает аргументы сторонникам жесткого силового решения конфликта. Получается, что человек вроде бы как любит Украину, но смотрит, что Украина это помойка. То есть он живет на помойке. И на помойке неуютно, грязно, плохо, семье нехорошо, небезопасно, детей небезопасно учить. И поэтому самые активные наши патриоты это эмигранты. Это патриотизм, наоборот, превратил нашу страну в помойку. То есть и покончил с ней, надеюсь, навсегда. Надеюсь, Украина как проект закончится и больше не возникнет. Начиная с 2005-го Пургин ратовал прежде всего за экономическую независимость Донбасса. Закончилось все тем, что созданную им организацию Донецкая Республика запретил суд. А лидерам стало угрожать уголовное дело за призывы к сепаратизму. Все изменилось только когда у Пургина, вернее, у его идеи появились высокопоставленные покровители из Москвы. Без их поддержки малоизвестный активист не стал бы вице-премьером, хотя и не признанный, но республики. Все считаются людьми такого-то или людьми другого. Людьми Ахметова, людьми Коломойского, еще какими-то людьми. Это было невозможно. Немыслимо для лидеров. Они не могли добиться признания. И отсюда, я думаю, возникло такое призвание варягов. Россияне во главе с Александром Бородаем стали центром силы, вокруг которого начали скапливаться до сих пор разрозненные патриотические группировки Донбасса. Помимо Пургина в числе руководителей ДНР оказался 51-летний Владимир Макович. Тедовлас и старец, в прошлом один из лидеров молодежного движения патриотов, в начале протестов представлялся просто кинологом. Среди повстанцев появлялось довольно много странных персонажей. Ушедший в отставку спикер Верховного Совета ДНР Денис Пушилин не исключение. Коренной дончанин, 33-летний Пушилин, пытался заниматься кондитерским бизнесом. Но по-настоящему он себя нашел в рядах МММ. Пушилин – один из главных функционеров Мавроди на Украине. Он и его сторонники не скрывают этого. Ничего удивительного, что огромное количество, в том числе участников систем МММ, которые уже давно понимают принципы управления и манипулирования людьми, встают и отстаивают интересы не только России, но и Украины, и Индии, и других азиатских стран. Почва для манипулирования массами в Донецке и других городах была благодатной. Существующие ментальные различия между Западом и Востоком Украины обернулись весной 2014-го масштабным противостоянием майдановцев и антимайдановцев. Раздражение от неустроенности собственной жизни выливалось в агрессию не против политиков, а против таких же граждан. На колени, б***ь! На колени, б***ь! На колени, б***ь! На колени! Одна череда протестов следовала за другой. Штурм администрации сменялся захватом зданий, СБУ, референдумы о независимости принятием Конституции, Союза Донецкой и Луганской республик. Кто-то, как МММщик Пушилин, бежал, когда по-настоящему запахло жареным. Пургин и компания из маргиналов превратились в политиков, с которыми киевский посланец Леонид Кучма даже проводит переговоры. Однако эксперты уверены, для Москвы персонажи вроде Пургина всего лишь пешки. Алина Гребнева, РБК.